Здравствуйте, добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня встретились в этом замечательном месте в студии Патэ Альбатрос в городе Монтрой, в Париже. Зародилось мировое студийное кино. Мы слышали, что была здесь кинопаблика. Что-нибудь расскажи мне. И большой вклад был внесен нашими соотечественниками, которые работали, трудились здесь, подвязались здесь во главе с Иваном Мажухиным. Вот именно в этом месте, где мы сейчас находимся, где лежит эта веревочка, которая сразу мне напоминает вступительную репризу соснового шоу «Слава Полунина», когда заканчивается период уже в истории, в жизни человека. И вообще он появляется на сцене с веревкой и думает уже, как бы, вот пора бы уже сводить счеты с жизнью. И тут на другом конце веревки появляется его альтер-эго, его второе «Я». И вот так тянувши эту веревку, каждый в свою сторону, они и разруливают ситуацию. И как бы все заканчивается, вернее, не заканчивается, а все только начинается. Ну, начинается это интереснее. И пуповина, и символ мучения, и всего, и всего, и всего, и верные жизни. Насчет каната этого что-то непонятно, что с ним делать. Канат, я тебе объясню, если ты видишь, здесь вот эту вот сферу новую, которую, если наш оператор покажет нам, наш новый потолок, который здесь возведен был, он был возведен именно благодаря вот этому канату. Этот канат помогал мне в одиночку переносить здесь лестницу 7-метровой высоты или длины, чтобы я мог работать на высоте и вообще поднимать все эти грузы и натянуть вот этот потолок. Несколько дней тому назад я видел, как ты это делал, возведя... Я бы именно об этом и говорил, да. И символично, что все это происходит именно вот в этом месте. Потому что все вокруг это новострой 20-го века. И там была после этого фабрика здесь. Но вот конкретно вот это место, где мы сейчас сидим, студия ПАТЭ или производство студии ПАТЭ, ПАТЭ Альбатрос, вот мы находимся как раз вот в этом самом месте, где все это происходило. И благодаря усилиям Валентина Тиля, Мария Самарина Бальгрег, его усилиями, значит, эта встреча сегодня произошла здесь, потому что не совсем простое явление произошло в мире 100 лет тому назад. Наверное, ты говоришь об Октябрьском. Валентина Тиля, Мария Самарина Тиля, Мария Самарина Тиля, Мария Самарина Тиля, самое главное, нам совершенно необходимо, и ты скажи нашим друзьям, французам, мы не собираемся делать и повторять Октябрьскую революцию, у нас совсем другое. Нет, дело не в этом. Понимаешь, даже все-таки исторического значения, исторического значения вот этого события, его никто не отменял и отменить уже не может. Совсем над этим есть какой-то высший разум. промысел, который нам не ясен. Это великая тайна, которая зашифрована за семью печатями, которую мы только можем приоткрывать. Скажи мне, пожалуйста, Тиль, вот с точки зрения, поднимись вот на эту высоту, поднимись, и с точки зрения вот этого вот верховного разума, объясни мне, пожалуйста, что это было за событие в семнадцатом году, зачем оно было и для чего. Ты можешь как угодно относиться к этому, интерпретировать, будут еще сотни поколений, которые будут по-разному пересматривать это событие. Я не праздную эту дату. Нет, нет. Это все-таки страшная дата. Хорошо, тогда значит. Хорошо. И в Советском Союзе, если хочешь, все последствия этого события, когда они наконец приобретут такое ровное течение историческое, как мы сейчас говорим, там, например, о слиянии культур. Александр Македонский пошел, он пришел, там, вы... Слияние культур, там, знаешь, такое... Событие было столь значительное, никуда от него не деться. Никто не говорит о той резне, конечно, которая происходила в те времена. Все оценивается более бесстрастно, с высотой.